В этом доме десятки, если не сотни крыс. По словам жителей, грузуны чувствуют себя хозяевами. Они спокойно перемещаются по дому, периодически заходя в квартиры. Крысы уже натворили немало бед. Например, они неоднократно перегрызали провода. Причем происходит это уже не первый год. Почему крыс в доме много, жильцы не знают. Говорят, что мусоропровод справно чистится, да и диротизация проводится регулярно. Но итог тот же. Порой туда же нельзя спокойно пройти по подъезду. Идешь по лестнице, за перила нельзя взяться, она бежит во всю Ивановскую. Это что, я вот с ребенком шла, говорю, она сиганула так, что заорала, аж упала и сбила этого дитя. Так они же ведь большие, они же не маленькие, они же большие, крысы. Не особи вот эти вот махонькие, а большущие такие, что... Сотрудники городского управления по защите прав потребителей признают, что о проблеме знают. И уверяют, что делают все от независище. В этом году, например, за счет городского бюджета тут дважды травили крыс. Если эти меры не помогают, то искать выход из ситуации нужно уже самим жильцам. Поэтому в тех домах, в которых подвальные помещения густо заселены серой крысой, необходимо еще, ну как бы на усмотрение жильцов этого дома, проводить еще дополнительные, как бы за счет собственных средств, обработки против крыс. Но жильцы готовы идти и на более радикальные меры. Например, заварить мусоропровод, место которого пользоваться уличными баками, и лифтовую шахту, которая все равно не используется. Здесь надеются, что может хоть в этом случае удастся избавиться от крыс. Алексей Никоноров, Дмитрий Поленов. Новости Тимирта.